Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. И приветствуем вас на мастер-классе, посвященному плетению вот такого вот красивого растения, как медуница. Не будем терять времени, приступим к работе. Для того, чтобы сплести медуницу, нам понадобится бисер разнообразных цветов. На веточке у медуницы цветочки от ярко-розового до синего и фиолетового. Я покажу, как плести цветочек на примере сиреневого. И также нам понадобится оттеночный цвет, темно-сиреневый. Вот такой вот цветочек мы сейчас с вами сплетем. Также в веточках у меня присутствуют цветочки бледно-розовые с темно-розовым тоже. И также другая веточка, как вы видели в анонсе, здесь такой розово-коралловый, сиреневый и одноцветные просто фиолетовые и коралловые цветочки. Для того, чтобы сплести цветочки, нам также понадобится бисер для тычинок. У меня он бледно-желтого цвета. Одна зеленая бисеринка для, можно взять любой цвет, бледно-зеленый, темно-зеленый, для пестика. И вот для этих вот, для этой чаши листиков, скажем так, чашечку мы будем такое делать, нам понадобится бисер другого оттенка зеленого. Вот, например, у меня вот такой вот темно-зеленый. Я пока уберу слишком много материалов. И также можно сделать двухцветными, как у меня. Для этого можно взять коричневый, либо вишневый, либо бордовый. Тоже пока уберу. Для листочков вам также понадобится бисер зеленого цвета. Я плела листочки двухцветные, просто чередовала темные и светло-зеленые. Можно взять один оттенок зеленого бисера. И также давайте поговорим о проволоке. Проволока нужна по возможности четырех размеров, но можно обойтись тремя. Для больших листочков настоятельно советую взять проволочку 0,5 мм. Wire number 24. Потому что они будут хорошо держать форму. Хорошо держат форму. Ну, также, если у кого нет, можно использовать проволочку 0,4 мм. И, конечно же, листочки мы все прошиваем. Это прошивочная проволочка. Для тычиночек вам нужна проволочка 0,3 мм. Wire number 28. И для листочков поменьше, если вы планируете их плести, вам нужна проволочка 0,4 мм. Wire number 26. В ходе того, как будем плести, опять буду проговаривать, какая проволока нам нужна. Итак, начинаем плетение вот в таких вот цветочков. Для этого, давайте я пока все уберу в сторону. Мы с вами берем проволочку 0,4 мм. Wire number 26. Для цветочка я беру проволочку серебряного цвета. Можно взять в тон 0,4 мм. Wire number 26. И сразу же мы с вами отмеряем 50 см. Можно чуть-чуть побольше. Можно 55 см. Все уйдет в ножку. Стебелечек, череночек, как угодно. Ну, это больше стебелечек для цветочков. Теперь далее мы с вами набираем, придвигаем к себе два оттенка одного цвета. Можно взять, например, розовый, а это будет темно-сиреневый. Но вот мне не хватает для моей веточки именно сиреневого цветочка, поэтому я сейчас плету сиреневый. Что мы с вами делаем? Мы с вами набираем 1,5 см бисера. Причем набираем так. Так, сначала две бисерины темного цвета, затем небольшое количество светлого и меряем, чтобы было 1,5 см. И вот я вижу, что здесь, в принципе, будет 2 бисерины темного опять и будет примерно 1,5 см, ну, 1,6 см. Это нормально. Оставляем хвостик, свободной проволочке, и 2 см для цветочков, ну, 8 хватит, 7-8 см. И мы с вами делаем вот такую вот петелечку. Вкруточка два раза. И далее мы делаем двухрядную петельку. Теперь мы снова набираем темный бисер, но уже 3 бисерины. Затем снова светлый бисер. Делаем обводку бисером. Так, и примерно смотрим, где нам нужно остановиться, набирать светлый бисер, чтобы 3 темных бисеринки нам хватило до завершения второго ряда. Вот я как раз вижу, что светлая бисерина уже встретилась с темными предыдущей петелечки. Поэтому я думаю, что мы сейчас можем попробовать набрать 3 темных бисерины и посмотреть. Да, вот так. Так, и скруточка два раза. И далее продолжаем серию из таких лепесточков еще 4 штуки. На одной проволоке у вас будет 5 таких лепесточков. Еще раз покажу один лепесточек. Сначала 2 бисерины темного цвета. Затем небольшое количество светло-сиреневого, так, чтобы получилось все вместе полтора сантиметра. Учитывая, что мы сейчас еще должны набрать 2 темно-сиреневого, ну, фиолетового, скажем так, цвета набираем. Еще раз говорю, если у вас будет не полтора, а 1,6-1,7, ну, это абсолютно нормально. Вот у меня чуть побольше, видите? Далее я вот над ноготочком прижимаю буквально 2-3 миллиметра от скрутки, от основания. Так, скручиваю 2 раза петелечку. Теперь я набираю 3 фиолетовых бисерины. Это могут быть, если вы будете делать розовые цветочки, это будет темно-розовый, светло-розовый, а я вот сейчас плету пока так. Далее набираем снова недостающее количество светлого бисера для того, чтобы завершить второй ряд. Но при этом, учитывая, что нам с обратной стороны, с противоположной, нужно также будет набрать 3 темных бисерины. Как правило, их надо набирать, когда вот светлая бисерина встречается с темной из предыдущего ряда. Можно еще одну светленькую. Так, и теперь снова 3 темных. Посмотрим. Так, хорошо. Скруточка 2 раза. И продолжайте делать еще 3 таких петельки. Всего 5. Сейчас я сделаю и вернусь к вам. Итак, получилась вот такая вот красота. И теперь мы с вами придаем форму лепесточкам, выгибаем их вот так вот, чтобы, ну, как всегда, мы с вами делаем форму. И один лепесточек должен немножечко находить на другой. Придаем форму такой вот чашечке. Чашечка такая. Вот такая вот красота у вас получается. Ну, и, конечно же, здесь необходимо необходим пестик и тычиночки. Они очень глубоко в цветочки посажены, поэтому они у нас будут маленькие-прималенькие. Для этого вам понадобится проволочка 0,3 мм. И я сразу советую, я не отрезала кусочки проволочки, но если кому нужно, 30 см, даже меньше можно. Но я привыкла именно делать, не отрезая проволоку от катушки там, где это возможно. То есть я на проволоку нанизала 3 желтеньких бисеринки. Бисеринки желтые не должны быть очень яркими. И одна будет вот здесь вот зелененькая. Что мы с вами делаем? Хвостик 9 см примерно. И вот эту берем одну бисеринку и скручиваем ее. Скручиваем буквально несколько раз. Раз, два, три, четыре. Вот так, буквально 4 раза. Ну, можно пять, кому сложно. И делаем еще серию из двух вот таких вот скруточек. Сложновато, да. Очень мелкие детали, но что поделать. Прям вот буквально четыре раза. и еще одну. Это где-то 4 мм. Я вот так вот приподнимаю и вот на этом уровне вот так вот смотрю, чтобы они были приблизительно одинаковые. Где-то будет, может быть, повыше там на миллиметр, пониже. Раз, два, три, четыре. Так, сделали. Ой, не вижу. Я не вижу за камерой оператора. Вообще ничего не вижу. Очень неудобно. Так, все. Ну и... Это называется приступила к рабочей. Да. Я. Да. А, да, да. Она приступила. Внимание, оператор здесь. И придвигаем теперь светло-зеленую бисеринку. Это будет пестик. Он будет, ну, чуть-чуть длиннее. То есть, если вы тычинки делали четыре раза скруточка, то здесь будет раз шесть. Можете по линейке отмерять шесть миллиметров. Можете так. Два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь мы пестик располагаем в центре, а тычиночки вот так вот в виде треугольничка. Сейчас покажу вот эту вот минимальную конструкцию, если ее возможно разглядеть. Вот так. И здесь скручиваем внизу два раза. Далее я отрезаю проволочку. Неравномерно. Я об этом говорю уже почти три года на протяжении существования моего канала, именно посвященного бисероплетению. Поэтому я так смотрю уже другие владельцы каналов точно так же говорят. Так было смешно. Мою даже манеру ведения мастер-классов перенимает. Ну, хорошо, берите, берите. Мне не жалко. Приятно, что меня смотрят. А люди считают их талантливыми. Ну, есть таланты, конечно же. Но я считаю, каждый талант должен иметь свою манеру, а не передирать. Итак, все. И теперь вы вкладываете вот так вот сюда внутрь. И смотрите, она у вас буквально должна там утопать. Как бы возникает вопрос, и надо ли оно. Ну, и ответ надо, потому что... А можно ли? Потому что должна быть. Что вы хотели? А можно сделать крупную бисеринку? Да, и будет не похоже совершенно на цветок медуницы. Вы оператора не слушаете? У неё опыта в снимании мастер-классов эквивалентно примерно трём годам, сколько вот мы снимаем, да? Ну, почти три года уже. А опыта в бисероплетении у неё не дня. Я плету. Да? Во сне, может быть. Так, и всё. Теперь смотрите. Вот таких вот цветочков на одну веточку. Причём я вот... Давайте я покажу здесь. Причём разнообразных цветов. Я ещё раз говорю, медуница – это один из немногих редких цветочков, у которых на одной веточке вот такое обилие цветов. Это я ещё не сделала синие. Почему? Потому что такого цвета синего в наличии у меня нет. Я не очень богата запасами синего бисера, потому что я его просто не использую в работе. Надо бы запастись после этого. Голубенький может. Ну, вот тоже такого нет. У меня больше бирюзовый, но он сюда не подходит. Ну, не подходит он к кораллу. А красота какая, да? Да, на самом деле красота какая. И смотрите, значит, ещё раз объясняю строение медуницы, кто не обратил внимания на информацию в анонсе. У медуницы обязательно бутоны и только-только распускающиеся цветочки, как вот вы видите, он меньше. Они ярко-розового цвета. Вот у меня больше коралловый, опять ярко-розовый, у меня просто нет наличия. Больше фуксии. Нет, нет. На видео может быть, но это вообще коралловый, это не фуксия. Но дело не в этом. Вот можете делать фуксию, можете делать прям хот-пинг, ярко-розовый, либо вот, ну, коралловый тоже пойдёт. Что я не так говорю? И также на веточке, не двигайте, пожалуйста, оператор, и так же, да что же вы так близко, ну, вот так приблизьте, да и всё. И также на веточке у вас должны находиться цветочки других оттенков. У меня розовый с тёмно-розовым, вот есть просто одноцветный коралловый и есть сиреневый с тёмно-фиолетовым, ну, с фиолетовым, как я вам сейчас показала. А есть вот несколько даже просто однотонных фиолетовых. По желанию, вы можете сделать просто однотонные тоже цветочки. Ну, вот это вот всё великолепие цветов, плюс ещё кто-то синий захочет сделать, пожалуйста, делайте. Даже красные цветочки бывают здесь. Также бывает медуница белая, но, как правило, она отдельно. Она у неё только цветочки белые, насколько я могла увидеть. Ну, по интернету, конечно, я, к сожалению, не видела её в реальности. Поэтому на одну веточку мы с вами плетём примерно от 9 до 19 цветочков. Я делаю две веточки, они будут несколько отличаться друг от друга, чтобы они были достаточно натурально выглядели. Поэтому в этой веточке у меня 15, а вот с вами сейчас мы будем собирать 11. Для того, чтобы сделать маленький вот такой цветочек, вот, он точно так же плетётся, только петелька не из полутора сантиметров бисера, а из сантиметра. Вот и всё. Итак, после того, как мы с вами утопили вот это вот чудо здесь, да, чтобы оно было по центру, я скручиваю один раз, больше не буду. Это вот для того только, чтобы тычинка никуда не уходила, потому что она норовит выйти. Тогда два раза скручиваю. Два раза не получится. Далее мы с вами берём, выбираем наиболее длинный хвостик проволочки, предпочтительный 0,3 мм, потому что у нас два хвостика идёт от ичинок, а два потолще, которые 0,4 мм, из самого цветочка. Вот я беру, обматываю один раз, вот так закрепляю, вот видите, он уже уполз, он уже уполз. Это такое дело, не блохударное. Теперь что я делаю? Я придвигаю зелёный цвет и вот этот вот вишнёвый. Можно использовать просто вишнёвый, можно использовать просто зелёный. я делаю и такие, и такие цветочки, чтобы они выглядели по-разному. Ярко. Да. Вот смотрите, ну, к примеру, набираю зелёного, потом чуть-чуть вот этого черешня не поймёшь какого. Сильно много набирать не буду, неудобно. А так в среднем где-то 5 сантиметров у вас уйдёт на обмотку. И начинаем обматывать. самое сложное это первый круг, потому что он должен ровно лечь. Выравниваем вот эти вот проволочки и пошли обматывать, чтобы не было пробелов. И чтобы вам оператор не мешал. Вот себя без меня знаешь. Я абсолютно не вижу. Потому что некого ругать. И ругать некого, по крайней мере, никто не мешал. Ну, давай, я пошла тогда. Да нет, опять малиновыми наберу, вот чуть-чуть. В общем, сама вот эта вот ножка имитация чашелистика у нас с вами примерно полтора сантиметра. Так, и когда заканчиваете, просто делайте обмотку проволочкой вокруг проволочек три раза. Приподнимаемся, смотрим, чтобы не было нигде зазоров, прижимаем полтора сантиметра. Дальше. Никакие проволочные хвостики мы с вами не отрезаем. и придаем форму. Вот работы на самом деле прям вот чуть ли не миниатюрные цветочки. Много очень. Получается у вас вот такая вот красота. У меня идет, если кто-то вот заметит внимательно таким вот острым глазом, здесь небольшое расширение, а здесь более узко. Почему? Потому что у меня этот бисер чешский, он мельче, а это китайский. Будете плести из одного, все будет ровненько, чудненько. Вот здесь все в принципе одинаково. Здесь я целиком зелененький плела. Видите? Посмотрите сами. Вот здесь я делала обмотку темно-зеленым китайским. Тоже красивый. Это мой был пробный первый цветочек. Здесь видите ярко-желтая серединка. Мне больше нравится светло-желтый, поэтому он был просто пробный, но я его использую. Мне больше нравится почему-то вот такое, потому что создается впечатление, что оно там утопает внутри. Это то, что нам и нужно. Натурально. Более, да, натурально. Оператор любит все ярко-желтые. Я бы ярко-желтые. Да, да. Так, далее. Убираем после того, как вы все сделали. Убираем. Вот наплели мы с вами цветочки от ярко-розовых до синих и фиолетовых. Напоминаю, что можете одноцветные сделать, но это все-таки не будет выглядеть так натурально. Наверное, только за исключением красных и белых. Далее мы с вами должны сплести листочки. Для листочков, как я уже сказала, вам понадобится бисер зеленого цвета. Напоминаю, что у меня темно-зеленый китайц номер одиннадцатый и чешский светло-более светло-зеленый, но он тоже у меня номер одиннадцатый. Что я сделала? Я взяла проволочку 0,5 миллиметров и уже набрала бисер. Причем я его смиксовала. В данном случае я ничего не перемешивала. Я уже говорила о том, как можно делать такой микс. Самое главное сейчас найти хвостик. Где он у меня? Вот он. Значит, смотрите, я просто набирала в хаотичном порядке, чередовала например, темно-зеленый, светло-зеленый, там темно-зеленый, светло-зеленый. Листочков у нас не так много, но они от четырех видов. Четырех размеров? Извините, размеров, да. Вот такие вот маленькие, их можно плести на проволочке 0,4 миллиметра, я об этом говорила уже, ось 2 сантиметра, три пары полудок, после, сразу же, после первой пары полудок на ось добавляем две бисеринки, и поэтому они приобретают более остроконечную форму. Таких листочков на веточку нужно 2-3 штучки, все зависит от количества соцветий, которые вы будете собирать. Сейчас я буду собирать два соцветия, вот такие вот, вот они, вот раз соцветия как пучки, два, здесь у меня три, поэтому я использовала три маленьких листочка, сейчас два будет, чтобы веточки отличались друг от друга. Далее вам понадобится тоже около двух листочков, где уже четыре пары полудок. Здесь вы на ось набираете 2 сантиметра, и после второй дуги уже, после второй пары полудок вы на ось добавляете две бисеринки, и далее еще плетете две пары полудок, всего четыре два листочка. Еще один или два листочка у вас ось два сантиметра и уже пять пар полудок. Причем вы добавляете на ось дополнительные две бисеринки после третьего ряда, после трех пар полудок я буду использовать наверное два таких я сейчас с вами вот такой сплиток ну и самый большой у меня в той веточки таких два здесь будет один и здесь также ось два сантиметра но шесть пар полудок 6 с одной 6 другой здесь мы два раза уже добавляем по две бисеринки на ось первый раз добавляем после 2 2 пары полудок то есть как скажем так при плетении 3 до и второй раз после 4 пары полудок при плетении 5 вот так понятно опять же по 2 до это я уже все сказал и теперь давайте осмотрим давайте рассмотрим на примере чтобы вы не путались возьмем не маленький небольшой средний листочек набрали бисер на проволочку 05 либо 0 4 миллиметра французская техника бисероплетения отмеряем с вами 2 сантиметра бисера это ось давайте вы повыше вот так сделайте неудобно и делаем с вами основу для плетения французской техники я оставляю небольшой хвостик и не такую же большую петельку потому что принципе это все скроется в стебельке я сейчас делаю скрутку где-то шесть раз примерно что мы с вами делаем мы с вами плетем остроконечные наверху а круглые внизу под углом 45 градусов направляем проволоку в этом случае у вас листочек приобретает уже заостренную форму наверху а круглый внизу 90 градусов дали далее мы с вами продолжаем плести и делаем вторую пару полудок все то же самое продолжаем и а после того как мы сплели две пары полудок мы берем зеленый бисер две бисеринки их прям вот сюда вот сейчас положу и нанизываем их на ось еще их надо увидеть так вот так все вот так и делаем третью пару полудок все то же самое остроконечные наверху а круглый внизу придерживаем пальчиками также под углом 45 градусов всегда все держим далее мы с вами должны прижать эту конструкцию чтобы не было пробелов мы придаем вот такую вот форму и после того как у нас уже появилась форма мы должны ее так скажем заполировать закрепить закрепить для этого мы делаем четвертую пару полудок и еще две штучки нет мы делаем четвертую пару полудок мой оператор оператор что что тогда будет очень длинный так 4 полудок от снатока вот смотрите вы можете закончить так это то о чем я говорила это листочек из четырех пар полудок эти листочки даже несмотря на то что я плету их на проволоке 05 я советую прошить вот этот ужас я терпеть не могу таких листочков вам нужно две штуки но мы с вами сделаем еще один ряд для того чтобы сделать и как я уже показала листочек побольше из пяти пар полудок на усь мы уже ничего не нанизываем просто продолжаем плести таким образом листочек у вас будет все так же заостренный но при этом уже побольше покрупнее покрупнее вышло богу правильно сказала ура так и его точно так же надо прошивать а для листочка которые 6 пар полудок вот перед 5 дугой перед 5 вам надо было еще на ось нанизать две бисерины я я две бисерины я думаю я уже все это объяснила теперь что мы с вами делаем неравномерно разрезаем петельку да и вот так вот убираем и закрепляем да что ж такое у меня оператор просто к крайне стала сводит и все сразу говорю что если вы плетете на проволоке 05 то можно убрать один хвостик проволочки руки опускаешь вниз поэтому я и веду туда камеру и убираем избавляемся от осевой проволочки сейчас я достану свою излюбленную коробочку если оператор даст мне возможность это сделать хотите я вам покажу секрет кто не знает вот я беру пустую коробочку в котором бисер был и вот здесь это складываю и пока она у меня вся наполнится и потом в ресайкл и и вот так а кто вот так неравномерно тоже да да то тоже возьми коробочку возьмите на заметку да и все так это я уже убираю ненужное я надеюсь всем все понятно и теперь мы с вами начинаем непосредственно сборочку не забудьте что листочек нужно прошить собираем нашу красоту как я уже сказала вам понадобится 2 либо 3 пучка вот таких вот один пучок я уже собрала что мы для этого делаем мы не используем никаких дополнительных проволок и флористических стержней я просто объединяет цветочки в пучок цветочки здесь можно и 3 цветочка и 5 и 6 сделать так как в этой веточке у меня будет цветочков поменьше всего 11 штук то я делаю два пучка в одном 4 цветочка и добавила два листика один маленький другой побольше из четырех пар полудок обмотка вниз примерно у меня на три сантиметра обматывайте до тех пор пока вы не увидите что у вас веточка начинает клониться вот если я возьму здесь вот так кто она уже клонится если я возьму вот здесь она держит форму нормально вниз где-то на три сантиметра а высота самой веточки у меня 10 сантиметров все этого достаточно да что вы хотите как правильно сказать стержней или стержней стержней далее далее мы готовим все листочки причем мы их раскладываем увеличение самый маленький больше еще больше вот они у меня два получились и самый большой вот так примерно можете побольше листочков сделать и а я взяла флористический стержень сразу скажу что длина 30 сантиметров я смотрела в интернете медуница невысокое растение но так как мне нужно было ее поставить вазочку я готовлю композицию с ней букет то я решила сделать ее 30 сантиметров это насколько я могла увидеть достаточно высокая медуница это практически уже максимальная ее высота и у меня оставшихся цветочков раз два три четыре пять шесть семь из них я соберу еще один пучочек прям такой хороший будет набитый пучочек пышненький пышненький такой пышненький до отдельные пучочки мы с вами обматываем ниточкой мулины в три сложения чтобы все было тоненько аккуратно а сейчас уже приматывать к основному стержню я буду ниточкой просто мулины такой 6 сложений я беру флористический стержень несколькими виточками и все и мы начинаем по кругу оставляем вот этот череночек полтора то и два сантиметра и приматываем по кругу примерно а цветочки должны быть на одном уровне я чередую цвета есть еще бледно-розовый сейчас я здесь еще помещу сиреневый конечно же мы должны скрыть этот стержень поэтому я перехожу на эту сторону он должен скрыться какая-то хитренькая ой да я такое я такое и вот здесь добавлю сиреневый ну это конечно прям пышнота пышнота я принципе на той веточке делала по моему 6 это максимальный то там были бутончики так и дальше я сейчас буду обматывать вниз это очень долгое дело все обматывать через сантиметр-полтора я прикреплю вот так вот маленький листик дальше я буду спускаться вниз сантиметр на два с половиной на три прикреплю листик побольше и а буду это делать до тех пор пока не увижу что пришла пора прикрепить вот этот вот пучочек он должен быть пониже но где-то вот так вот с таким расчетом что вот эта свободная часть стержня должна быть равна высоте вазочки мне нужна свободная часть где-то 21 сантиметр поэтому я буду отталкиваться от этого сейчас я соберу веточку и вернусь к вам с готовым результатом ну что ж вот такая вот так красивая веточка медуницы у меня получилось высота и оказалась выше чем 30 сантиметров что замечательно то есть она у меня где-то 35 сантиметров и вот сейчас я постараюсь поставить их вместе пока вазочку я все-таки планирую что это будет букет но букет пока не скажу какой ящик ящик подберу может быть какие-то другие цветочки сюда пожалуйста буду признательна за ваши комментарии и идеи с какими другими цветочками растениями можно поставить медуницу и сделать букет потому что честно пока еще не знаю здесь у нас две веточки вы можете сделать сколько угодно я думаю что эти эти веточки а медуницы украсит вашу композицию либо букетик и принесут хорошее настроение ну что ж на этом мастер-класс закончен и пожалуйста подписывайтесь на наш с оператором канал кошка 2015 тире цветы из бисера запятая бисер плетение запятая мк и точно так же вы можете подписывать фотографии которые вы выкладываете в соц сетях и если вы делаете работу по моим мастер-классом вот можете также подписывайтесь сделано по мастер-классу виктория кошка 2015 тире цветы из бисера хотя бы так чтобы могли найти мой канал на ютюбе пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы ну а на этом все всем пока пока до нового речка